Селёдки, но берут не селёдку, а Трандла, и это будет Трандл Саппорт с Люцианом на нижней линии, и картёжник на центральной линии для Балулу, и Райза или не Райза, вообще можно и Синдру взять, вообще с чем-то, какие две хорошие Синдри были от Молана, несмотря на то, что там его 5 раз или 7 раз на сайде убили, это абсолютно не важно, с чем какие он кетчи давал, можно и продолжать на Синдри работать, но здесь пока думают Райза, и Райза, как я понимаю, взяли, потому что мигать перестал, А вот Трандл на боди с Люцианом, это какое-то, что-то интересное Это уже ол-ин, знаешь, это уже ол-ин, то есть Браум смотрелся хорошо, но Браума решили не брать, решили взять Трандла Саппорта, который у нас под конец сезона начал мелькать, как ответ как раз-таки в Леону, например, и действительно, знаешь, такой надоедливый дядька, особенно когда ты играешь на Мисс Фортуне, на немобильном АДшнике, там один пилар, как бы, и ты можешь на Фонтана Отправиться, особенно когда на тебя бежит еще какой-нибудь Олаф, там, или Гвен с вышиванием сразу же летит Ну, драфт интересный, другой вопрос, получится ли его реализовать нормально, с учетом того, какие проблемы у Голтосарая происходили, особенно на Ботлейне И с учетом того, что все-таки хочется, наверное, разгонять свой сильный сайт, а не пытаться компенсировать недостатки слабого, наверное, правильнее было бы играть через Крейзи, но коли уж вы взяли Трандла, нужно и на Ботлейн, по крайней мере, заглянуть Причем Трандла ослабили, ему как раз-таки самый важный его спелл, который, знаешь, от которого зависит в мете герой или нет, а именно пилар То есть теперь там замедление почти на 10% встали на максимальной прокачке, с чем то, что саппорт как раз-таки занимается тем, что и максит этот пилар, будет неприятненько Но сбивать эмфки достаточно легко ульту, то есть тут даже не лекаст Леоны, просто пилар нажал, все, там максимум пару тиков получишь с ультимейта Плюс ослаблять Леону порабощением и снимать с нее резисты, ваншотать вполне себе неплохо смотрится Но что же да, мои господа, команда Голтосарая вела эту серию за счетом 2-0 Не без помощи команды Бионгейминг, но они подсобрались и две катки, забрали еще 2-2, решающий матч за выход в следующую часть В предварительной стадии именно плей-офф стадии против команды Балайф Победители этой серии будут играть, врываемся, ребята, поехали, летс го, вперед Все, решающая игра, Голтосарая против Бионгейминг, действительно близкая серия у нас получилась Не знаю, стоит ли благодарить кого-то из коллективов или винить вообще в том, что у нас серия на 5 игр Я думаю, что Бионгейминг прекрасно понимают, где они наошибались, так сказать Ну и вот, собственно говоря, дали Райза, опять ТФ Балулу в прошлой, точнее, во второй игре парочку ключевых золотых карт выдал Я бы не сказал, что ТФ это суперкомфортный матчап против Райза Понятное дело, что в плане ДПС ТФ рядом с Райзом и не стоит Но, с другой стороны, у нас Райз играет без очищения И золотая карта плюс Люциан или Олаф или даже плюс Гвен Вполне может означать смерть для синего мужика Это правда, это правда Плюс как раз-таки не забываем про ультимейт, про судьбу С которой можно перемещаться на сайды И там уже помогать Разгонять свои сильные герои Здесь есть Люциан Трандл на нижней линии Есть немобильная Мисс Фортуна, которую можно убивать Есть Гвен на верхней линии Там можно поиграть Гвен причем с изнурением, кстати говоря Кстати, Трандл играет, я думал, он будет играть со Стражем А он играет с Градом Клинков Нет, это прям максимально, знаешь, максимально заряженный Трандл Здесь сейчас левел 2 можно получить А миньона добить? Только сейчас А, нет-нет-нет, виноват Это же только вторая волна была Виноват, виноват Я перехайпился, когда у нас побежали вперед представители ботлейна Галатасарая Но сейчас, по крайней мере, на ботлейне у них все хорошо Первые две минуты только прошли Потому что, как показывала практика, до этого были проблемы и до этого Сейчас уже левел 2 есть, но слишком далеко стоят Дого и кино, соответственно Знаешь, что забавно, да? Кино — это приставка, которая вообще, как бы, означает собаку, да? Кино Угу У нас специалист, так сказать То есть у нас специалист по собакам и Дого Рядом с ним находятся Пушка, а почему это не кино? Почему это не кино? Не группа кино, например А может быть, может быть Я только гадаю Я только гадаю А так, Цой жив, друзья, как говорится Запушивают у нас ботлейн команды Галатасарая Что, в принципе, не очень, наверное, приятно Наверное, хотелось бы Лайн держать в нейтральном состоянии Для того, чтобы Олаф сюда пришел Олаф-то фармит намного быстрее, чем Грейвс Особенно вот эти ранние кимпы Но в итоге именно Хуша у нас будет первый на ботлейне И он уже подошел И вардов здесь нет Просветили Залетает в транд Ла начинает его наминать И он пока бойтит И заходит в Альков И пробили Сильно кино А здесь-то еще неподалеку находится у нас и Мохито Но он отступает Два телепорта идут И сразу выфлешивается Балулу И не дает себе срутать И зачем подставляется сейчас? Мохито Ты зачем подставился? Ой Зачем он это сделал? Я не знаю Опять мискоммуникация происходит В турецком коллективе Балулу Только что Волшебный поток перегрузки получил По миньонам И все Это конец нижней линии Которая так хорошо начиналась Здесь даже телепорт был не нужен Все уже отступили Балулу не нужно было телепортироваться Но, к сожалению, это плохо прочитали Ребята из Глотасарая В итоге два убийства Бионгейми для себя получают Икина приходит на верхнюю линию Заходит С лейна Он спалился Он спалился А Крэзи, ты увидел это? Алло Алло, Крэзи Как дела? Там же было видно Файм Там было видно его Ну все Знаешь, концентрация потеряна Там было видно его? Может быть Там было видно его нам Потому что Обсервер еще не переключился Там было переключено Он мелькнул на секундочку Значит Так, стоп Вот смотри Вот здесь вот Играют по Леоне Который сильно пробили И вот как только идет телепорт сюда Все Выходить Там же Олаф на призраке Его не зачестят Зачем сюда телепорт? Еще и скачок И в итоге развернулся Мохит и получил рут И вот волшебный поток Перегрузка Бум Крэйзи конечно подставился Но при этом смотри Шестой левел Крэйзи Играют сарай забрали И у нас следующий дракон Будет гирный То есть Либо инфернал Либо морской Душа Именно Не драконы Душа Либо-то лимота Пока что Настолько полезных Какая душа у нас будет Морская Или инфернальная Морских было уже две Так что должно быть инфернальная Так Хороший пилар Пошел по догой Без пламенения пошло Хорошо Кайтит Пока и лайф А ну вот этот Скачок Такой был Прям назад Прям тинт какой-то Ой-ой-ой Подходит сюда еще И грейпс И зерстинг Не выходит отсюда Оставит для дога Сейчас килл Стан пошел Дога зарабатывает Для себя убийство У нас тем временем Еще медлейн ганкали И с помощью искривления Пространства Маоан вышел Просто Звучит как-то прохладно Конечно А теперь от зони То еще и лайвый Он не сможет сейчас Пофармить И мохито идет Топ Сайд джангл Будет забирать Вражеские красные усиления Но за это Деньги теряет Его стрелок На нижней линии Я думаю Что если бы он нажал Очищение Скачок наверх И мывку можно было бы Зафбшить Понятно что его бы Потом за это Кокнули Ну как зафбшить Фб у нас было уже давно Убить Убить Мисс Фортуна Наверное можно было Если бы Элайв продолжил Преследование И зафоллил бы Своего саппорта Но в любом случае От грейса Потом его умирали Потому что Преследовать Мэфку Достолько далеко Безнаказанно Нельзя Тем более что Вражеский лесник Находится в этой части Кап Пока что Можно говорить о том Что Галтасарай Держится Несмотря на такой Бескураживающий старт Но уже Уже Какие-то тревожные Звоночки Идут прям по всей карте Потому что Посмотри Вот если на счет У нас 0-1 у всех Кроме Люциана Но Люциан сейчас Без заклинаний Призывателя И при этом Мисс Фортуна Все равно 2-0-1 При этом Это у нас будет Крит Мэф Да Судя потому что Колчан появился И решительное наступление Взято в рунах Так что Есть повод Задуматься Представителям Турецкого Ну вообще Вот Опять же Пора БТФ Уиграть в игру Мне кажется Есть уже Судьба Есть седьмой уровень Время полетать Потому что На боте Самонеров нет И не мобильные герои И Трандл есть Трандл правда Четвертый левел Жиденьки пока Но уже есть Отстрелы Люциана Потому что Как-то сыграть пытаться Но здесь Очень много Команды Бионгейминг В нижней части Здесь и Грейвз Здесь и Брайс Сейчас подпушивают И они Напрягают немного Лай под вышкой Один пока что Еще и лесник На варде стоит Так а где Вот пилар Сейчас в МФ Ульта ТФ И все Как бы А ТФ Бьют На гайве Бьют Причем Бьют сильно А судьба То есть Валу Но Брось ты Эту волну Миньонов Ничего страшного Прилети на Ботлэйн Сделай что-нибудь Сейчас нужно что-то делать Потому что игра Медленно верно Уходит из-под контроля Команды Галатасарай Да там Олаф Перефармливает Грейса Но Мы знаем Насколько быстро Даунскейлиться Олаф Особенно Когда у противника Есть крик гиперкерри Балулу хотел слетать На топ Но Лянг Чувствует Этот момент И в итоге Отходит сразу От пачки И возвращается Только тогда Когда ТФ Показывается На центральной линии Ну и пока Такой Фармил У нас Продолжается Был Резкий всплеск Файтов И сейчас Балулу опять Идет в топ сайт Но там уже Крэйзи хочет Резеттать Нужно Нужно Завязывать С просмотрами Топ сайда Нужно Сыграть в ботлейн Где у МФ Все еще Нет флэша И есть Пилар У Трангла Который И замедлит Ее И возможно Даже подкинет Чуть ближе К членам команды Галатасарай И Надо бы Разогнать Люциана Это не дело Почему у нас Мисс Фортуна Первая получает Свой мифик А теперь Там еще Уже сила шторма Появилась Так что Отсутствие скачка Не так страшно Для Мисс Фортуны Как казалось бы Да Ну поехали Та появляется Та появляется Уже давно Тусит Герольт Пока его просто Не контейит Самый поздний Герольт В этой серии Обычно В целом После 8 минут Сразу же Там уже находится Либо один Либо другой лесник Но здесь А нет Отменяется Отменяется Его там Запулил Мохито Но выпулил Сразу же Вышел назад Скачок Зерсик Нажимает Инстантом И идет В топ сайт А в это время Горный дракон Появляется Которому будут Галтосрай Разменивать Не будут Олаф идет В мид Хотят Законтестить Хотят Чтобы Быстро Мне кажется Галтосрай Галтосрай Сами не понимают Чего они хотят Что Герольт Дани этого Уже бы давным-давно Забрали Ну я точно Не понимаю Пока Я пытаюсь Запредиктить Не получается Как я говорю Галтосрай Сами не знают Чего они хотят Потому что Герольт там был Мертвый Уже С учетом того Что Грейс Показался в нижней части Реки У вас Тотальное доминирование В топ сайде И Олаф туда пришел В итоге будут Контестить этого дракона При том Что позицию Они уже проиграют Причем нету Скачка Хотя зонят Зонят Судьба пошла В спину летит ТФ И там танкует Трандал на порабощении Там неплохо Оооо Какое искривление Пространства А вот правда В него Куша не зашел И он никуда не улетел И его то убили Еще и снипает У нас скина И команда Галтосрай Смогла Перевернуть Это сражение Причем въехали Табион Гейминг В Трандла Которая под порабощением Очень много времени Впитала А вот Куша не успел В искривление пространства Зайти Оно такое крутое было В итоге дракона Второго для себя Отставляет Галтосрай Хотя тут это условие победы Через души драконов Морская душа Не инферна Будет на этой карте Так ну во первых Здесь фланг ТП От Крейзи Плюс ко всему Посмотри как здорово ТФ прилетел Что он сразу же В МФку сыграл И МФ из этого файта Должна была выходить Искривление пространства Действительно было Прямо блестящее Потому что МФ должна была умирать там Но Искривление пространства Все исправило В любом случае Галтосрай молодцы Хороший файт сумели найти Хороший фланг ТП От Крейзи Я думаю что в этой игре Есть вероятность того Что один предмет У него будет В инвентаре висеть Не до 25 минуты А все таки Чуть пораньше Получит какого-то Так сказать Собрата по оружию Но посмотрим Посмотрим Пока что Двух драконов Галтосрай для себя забрали Герольд все еще стоит Раннего Герольда У нас не было И Может быть даже Позднего не будет Потому что так-то У нас уже почти 14 минута на таймере И Это означает что уже Герольд будет только Один И С этим Герольдом Даже пластины Не обналичить Да Уже тем более Есть 40 секунд Есть 40 секунд Примерно 20 на то Чтобы забрать И 20 на то Чтобы добежать Поставить Не хватит Уже не хватит Не может хватить Может хватить Потому что Забирают они его быстро Тем более Что даже Балулу Подбежал И нужно прямо Сразу бежать Его и ставить Прямо Поднять Сначала еще поднять Надо 15 секунд Да нет Нужно забить Не ну там Они идут его ставить На свой блубав Понимаешь Так что Пластины там Не реализуются У блубав А пластин нет Особенно у вашего И кстати Олаф то идет В бутсайд Причем отстрел Нажимать Чтобы заклилить Пачку Обезопасить вышку Еще и големов Пофармят Не си У нас у Люти Скалютик будет Именно дамаж Наносить урон По Леоне И по Как раз таки Тому же Самому Гнару Я кстати Думаю Что здесь Можно было Силой шторм Поиграть Потому что Порабощение Есть То есть Можно танков В плане Резистов Обезвредить И забрать Их Нет Все таки Первый Крой вышки Несмотря на отстрел Несмотря на то Что мохито Смещался В бутсайд Я он просто Не успел Да и Как-то На полпути Он такой Да ладно Все Вышка Упала Первая Кровь Достается Опять Для Дога И для Бионгейминг Они По золоту Впереди Естественно Что Первый Кровь Вышки Дерект Достаточно Дает Окрейзи В этот Момент Оформят Для себя Блю Или Для себя Один раз Полетел Один раз Полетел На драконе На драконе Да Было Дело Не Ганг Но При этом То Что Первая Вышка Падает Уже Которую Игру В пользу Пряжно Выглядит Тем более Что Герольда Со стороны Глотасарая Вот почему Вы не могли Просто Втроем Сместиться В сторону Топсайда Зная Что Грейвз В нижней Части Карты Просто Поставить Герольда Отогнать Гнара От вышки Которая Без мегаформы Там стоит Да и Мегаформа Не то Чтобы его Сильно Спасает От Олаф АТФ И так далее Ну Ладно Окей Герольда Можно будет Поставить Для того Не почему Почемучка Две Почемучки Тут сидят На русской Трансляции Потому что Мы не хотим Посмотрим Я Буду драться За драконов Буду драться За драконов Это по сути Единственное Что у них Сейчас осталось Потому что Такой Быстрого темпа Уже не набрать Потому что Они как раз таки Первые кроевышки Потеряли То есть Можно сейчас Просто ответную Пытаться где-то Собрать Но это Такое себе Поэтому Здесь уже Вопрос не Темп набрать Здесь уже Темп бионов Нужно останавливать С учетом Так Ульта ТФ Была Только что Да Да Правда Понятно Куда И возможно Взбили Может быть Чем-то Или что-то Непонятно Предзошло Здесь Тилиан Очень сильно Проседает И выбивает Флэш Сейчас О-о-о-о-о-о-о yah Как много Дамеджа У Дого Трандл Не пережил Скачок был Порабощение Было Не в кого Нажать Скорее всего Очень много Контроля От KO angers 40 секунд Дракона Это Кстати не не так это не так плохо для глотасара потому что трандал все засейвил мфка без ульты и кино без ульты на свои леоне за дракона можно будет качественно подраться и при этом мид пробивает очень сильно бэкдор протекшн включиться не успел да не то чтобы он помог слишком у хп уже была вышка 20 секунд дракона и вполне себе это сразу него могут подраться появляться на карте вышивание не а и вышивание есть нет 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 только что ты посмотри флеш выбивает и карта желтая только взлетает вот только сейчас кино прикрывать замедление пилар все-таки она мешает быстро сместиться призывает герольда на центральную линию время титра и время а нет время не идти делать дракона потому что только сейчас кризис база идет по телефон тратится не тратить не хотят и потихоньку начинает смещаться и у них супер комфортная позиция у лена совсем скоро откатится ультимейт секунд пять-десять у дога меньше половины хп ульты нету поэтому время умирать не будет также еще сопутствующий урон у гривса отсутствует это третий дракон вот тебе вот три дракона у команды галатасарай в этой каточке еще один и будет морская душа и быстро или быстро старший вообще звучит неплохо let's go let's go ставка ставка галатасарай пока работает пока работает не ранний роль там темп и так далее какие-то деньги разогнать там квент чтобы быстрее слоты справа нет это вот именно выход дракона в душу и в частности побыстрее апнуть старшего на карте но посмотрим чего это приведет пока все идет по их плану пока ты дракона в них присутствует достаточно ранее не ранее старший дракон явно начни на руку beyond gaming как показала практика да со старшим драконом есть проблемы сначала отдали старшего потом забрали старшего но где-то им не помогло то есть старший дракон на стороне голодосарая сегодня знаешь турецким флагом просто прилетает в ущелье призыватели причем за серию всего одну кару и лесник христи команды он гейминг уши взял это было в третьей игре когда они засеклили себя уже душу это такая первая победа была но вот сейчас два два счета здесь нападение с вышивания сразу играет крэйзи вечный холод неплохой по мохито и прилетает стальян чтобы своего милый не раз защитить попытка здесь какой-то ринге сделать кино заходит агрессивно вместе с долго долго без флэша но с ультой нужно быть сейчас как ребеном поаккуратней так и как раз таки голод сара еще один телепорт чтобы пятерка изгруппица летает сюда мауан подвышкой ты один crazy очень хочет остаться здесь ртутная тюрьма по мохито есть призрак скачка олафа нет время умирать на отступление какое-то очень интересное но очень много урона кстати почти убил транда мы сбили тп а флэша нету удока там забрали в балулу который с телепорта прилетела вот и лай подходит отстрел хороший урона он очень много наносит но в кризис вышивания нет сыграть здесь будет очень сложно можно кстати было сейчас еще зерцем забрать либо какой-нибудь флэш из него выбить по варду он сюда шел но в итоге всего лишь одним убийством довольствуется билан гейминг но при этом вышку на топе они добить не смогли и пока что наверно не смогут как тебе ультимейт а мы прошу прощения как те ультимейт тф в этой драке я пайк могу сказать что я где-то видел недавно так сказать может быть пятерку таких ультимайтов даже в какой-то мобильный так сказать версии более мобильный тф там был так сказать да здесь главное отлично сыграл трандл который практически сразу прервал ультимейт мисс фортуны просто пилар под нее подставил но балулу решил что по этой мэпки нужно доигрывать при том что там олов без флэша не то чтобы он может легко так сказать доме из фортуны добраться и к чему это было я если честно не понял тем более какой-то призраны на лица на еще нет у вас гвен без вышивания то есть как бы ребят почему нормально все так еще флэш был то есть у мог вообще пешком дайте эту карту кинуть там пилар стоял все было видно какой-то интересный плей от балулу был такое ощущение как будто автокаста наш нажал и полетел сам того не но мискликнул бывает будем считать что мискликнул какой-то какой-то был план и он его придерживался но явная команда его была не готова причем еще нападение когда у крэйзи не было вышивания то есть я думаю крэйзи бы за флаппил вообще в целом команда но позиция вообще ситуация не то что позиция ситуация была не та то есть пилара нет он уже заканчивается порабощения нет трандл пробит сильно за фронт ленит не сможет крэйзи без вышивания без своего ультимейта тоже заходить в драку не сильно горит желанием и лица на нет тоже сам еще один поинт бюса на нет надо подождать но кей как бы отдали одно убийство вышка конечном итоге все равно упала 20 получается через минуту нас будет уже четвертый дракон марки 6 дракона и все-таки какие-то вышки забрать потому что вышки стоят убил он гейминг стоят все это и один вышки и римфай потому что но не ради этого собственно а ничего не забирали для того чтобы пуске окона и начать эти вышки укрэйзи не второго слота космическую космическому скрикающий нет но дракона такой не дракон с брутой будет космический ускоритель осталось только выиграть и забрать трин и лайк 30 не 0 3 ульта люк он идет улафа есть признак он его прожима жадничать с ультимейтом но пока это выгодную лайк так охрань и там тоже много раз заходит и время умирать пошло от мисс фортуны и в итоге пока все еще и здесь в ответочку к своей команде и ангет ульянга нету дп пилар прекрасный замедлил и зазонил нужно сейчас команде бионгейминг ходит они ульт позицию совсем скоро будет мегаформа а плянга скачал его нет но мегаформ а при уши тут эти дыхала прекрасный прокат вать тоже сильно просил у него все еще есть на пути из дракона бионгейминг они понимают что это он заплышится не может играть только вперед и в итоге полу приходится вы флешивать и не было у него для того чтобы просветить и посмотреть сколько там ответ на агрессию от команды галта сарай пытаются бионгейминг и он отбегает и не смогли из-за контроля здесь секьюрити этого дракона очень близки возможно надо было как-то попытаться вот на банане закрыть команду бионгейминг как-то въехать какой-то размен устроить попытаться по крайней мере а так тонко выиграть не получилось возможно все-таки нужно мохито переставать уже лицом так сказать торговать и от получив контроль от райза просто нажать ультимейты в него побежать ну или хоть просто я сейчас сейчас команда мель проигрывает я надеюсь что какая-то активность галта сарая все-таки будет в этой карте и при один в мисфортуна когда никто его заполовить не может а какая-то активность все-таки оправданная с каким-то группингом с вот этим вот не знаю там по четверым и гвен которая влетает да и олаф который туда забегает и возможно т.ф. даже золотую карту выдаст в райзако бесплатно бьет его олаф ну они пришли или как бион гейминг забирали и ушли на его да но и не вы это всего лишь пять минут удлиминг и звучит это так как будто один пять минут для них это как раз таки это 10 минут для и сейчас ну как бы это банально еще пять три до следующего дракона команда должна опять на него прийти и как то репутации его забрать и причем пересмайтить здесь очень сложно здесь не лисины ксены и могут там как-то запрыгнуть и перестань как-то да то есть через варджам ксен через ветер и молнию может просто запрыгнуть и автоматить а это волос припизор а это может нажать рагнарёк и заебать весь контроль пробежать просто убьют и долго этим как раз занимался на карта желтая предпозиция от мало она и здесь еще телефон где можно покупать как-то будет ты над есть еще одна еще один контроль проходит по гангу у него нету флэша прыжок есть но он прыгать в стенку очень много урона с чик-чик а пулка у крэйзи на линии тоже и долго уже вытянуть отчизить его сложновато ким пара топор он может быть для команды галта сарай что при зашло и позиция мол она просто слабо и долго с килиан пишите ли портнулся на помощь своему так корень руй почему-то набор но пока то стране идут вот теперь они хотят на мое время форма уже остается пять секунд у него будет там под желтая карта слабо лесник живу можно законтролить же есть же всякие так сказать вот желтый картридж самый десант а все извините пожалуйста это это я кринж потому что мохито погиб там на совершенно так ладно давайте посмотрим что у нас происходило где решил вартик поснимать возле на шора мистер молот здесь вовремя прилить сел балулу за акта прерывает скрывление пространство и здесь еще или анг который на помощь полетел свой тоже встрял а здесь что у нас три на два пути чай они проиграли ребята из команды голова сарайлов пробежался наконец таким тут бежал вперед агрессивно но к сожалению долго его в итоге с небольшой помощью своего саппорта расстрелял все-таки идти на шор было в этом весьма рискованным потому что грейс был жив у грейса и скачок есть ультимейт а в живых не был если бахи на этот размен бы пережил но возможно это был бы барон для твоя моя ошибочка моя ошибочка была да я не увидел что макит погиб так-то все правильно все правильно пошло 50 от сегона и только что была такая хорошая победа для сарай они ключевого там не выбили обтого с скачком своим имид теряли но очень гвен получает свои слоты гвен становится очень приятно урона у нее было огромное количество поэтому гнару гнару на силу химпанков купил на пока минусом с его стороны на 60 процентов тюк диться большая палка на по есть арабадон третьим предметом будет у крэйзи он пока скипает джоню хочет стать очень жесткой гвен прямо с третьего слота секунда считывать только на один свой секунд пилар неплохой но пока слишком сильным к не его игнорируют и просто прямо под пиларом этим забирают пачку гриппа по 5 очередной раз идет вперед нас мохито и выбивают из него рагнарёк а в это время кризис балулу занимает фланг позицию в кусте и просвечивает его находит здесь полу а теперь они думают что здесь только один тэп а здесь не один тэп карта залетает в игре сапа идет под вышивание вперед крэйзи он готов впитывать урон под своим куполом троих трочите рык вытягивает молод здесь всю свою команду очень агрессивно балан добрали до гау которого был скачок но все-таки умирает балулу играть пыша уже мало сам ну там был очередной купол от крэйзи и пока команда галтасарай отступает но дракон дракон забран бион гейминг 2 они еще на пять минут откатывают душу дракона для команды галтасарай очень неплохой был влет от балулу но это размен всего лишь два в один а дракон то забран команды билан самое главное что файт выиграли потому что проиграя не здесь файт это было бы драко это был бы еще и барон там и все дела но посмотрим сейчас на повтор здесь опять кулаком перемещается бион гейминг на этот раз очень очень классный пилар но какое же искривление пространство выдает мауан он спасает всех своих тиммейтов там бы все полегли под чик-чиком соответственно этой гвен но здесь очень хороший момент находит балулу для того чтобы как раз сыграть агрессивно за станет мисс фортуну и разумеется скачок есть скачка нет это не так важно потому что контроль проходит и соответственно по нему играют уже вся команда галтасарай очищение то нету у этой мисс фортуны так что золотая карта здесь весьма смертоносно там еще причем прокручивал раскрытую книгу балулу из-за чего у него флэш там 10 секунд после прокрутки был в кулдауне у него был флэш но из прокрутки не мог вообще никак поражать но свою функцию выполнен это правда долго он законтролил долго забрали но опять же да то есть пока скелимся по золоту мы видим что по золоту преимущество угол от сарай преимущество по золоту и секундомер crazy потратил и пока забивает на рободон потому что большую палку он прикупил а его очень опасно здесь передвигается у нас зерстинг ему приходится свой скачок нажимать опоромощение пожадничал почему-то не поражал его взлетает желтая карта и секундомер уже выбивает из дога и приходится отходить сейчас команде от сарай если нажала порабощение может статьи выжил может быть либо либо скачок нажимать сразу они таки в труде в итоге он штрудель причем с яблоками и теперь уже на барона идут представители beyond gaming знаю что у них число и преимущество здесь есть главная мохита сейчас не подставится не потерять больше половины своего хп от райза заходить вместе и вот он про каст райзовский райсом на хорошо на по замыке покатил идет с вышиванием работать crazy пробивают очень сильно сразу два секунда мера один выбивает там карты желтые две или три подряд от балулу залетели в лианга и барон еще наплевал так сказать неплохо и плотник приходится отступать но они они рассредоточили свои силы и можно беги позбивать мохито мохито нажимать свой рогнарёк и выходит пилар такой себе получается искривление пространства в этот раз можно можно стартануть можно стартануть на шорох и они это и делают вагоне это и дело команды год срай опять стартует барона но бенге бен бен все понимают разворачиваться какой отстрел жесткий и идет от а лайва и в итоге только пробит очень сильно но все-таки плит и в этот раз уже забирает этого барона запрыгивая в соло и парон достается команде бион гейминг вторая победа в войне карт и мохито проигрывает эту войну а было очень важно и потому что до 5 как я поражение означает back to home если минус 11 тысяч долларов минус почти 800 тысяч рублей идет такой из команды рубли как же здесь долго пробили но по нему доигрывать уже было нечем и здесь но да да тяжело было конечно смайтить мохито там и так на лоу хп остался я выиграл в итоге хуже войну смайта сам еще и вы флешился красиво сыграно в итоге на шор достается команде бион гейминг все-таки но при этом на этом игра еще не закончилась у нас есть еще несколько флипов которые нас ждут в ближайшее время потому что через 40 секунд морской дракон здесь crazy кстати говоря находят жоня у него появляется то есть теперь у него стазис будет в каждом файте есть конечно эти каждый файт не будет происходить там 30 секунд каждые 30 сек но поехали у нас пока улов вообще без лото кстати секиру капюшом пример я себе купил секиру думает при собране я думаю что это он хочет облачение духов до собрать что кстати говоря мне кажется большой ошибкой то что стирак здесь был нужен я понимаю что мразь пробивает и причем больно но как бы не только в одном разе проблема и все дракону уже улетел обещал вернуться но я ей ну ладно здесь crazy они не будут пытаться сищесят и будет драка покрыв все желтая карта залетает очень сильно кино пробивает очередная очередное пространство прекрасное и кино выживает а с разворота то какое хорошее время умирать было от мисс мартона и забирают здесь элайва у которого был скачок и очищение еще и зерцинга убивают из ворон то можно пойти вскрыть мид потому что пачку не за контролем она голова сарай пытаясь липнуть драку какие же хорошие ультимейт от мауана на самом деле последний 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 третью и пятую катку идут потом у него раза забирали еще и закрывает здесь crazy он купол свой прожимает пробил неплохо кино но на этом на самом деле его путешествие заканчивается подтягивается еще кино к нему убивая здесь crazy это вообще может быть конец игры дамы и господа 20 секунд люциан зерстинг появится совсем скоро а вот на 50 секунд крейси отправился на фонтан желтая карта взлетает вдога половину хп он потерял но nexus вышка номер один упала подходит сюда еще или анк у него есть мега форма прямо сейчас и здесь beyond gaming хотят закончить эту партию не пробивая вторую nexus вышку один только нехтус остался нужно идти играть на все деньги и команда beyond gaming делает реверс в поднимает 39 тысяч долларов и проходит в следующий этап где уже завтра они столкнутся с командой ханвалайф и спорт из лск и будут сражаться за слот на чемпионат мира в основной стадии пока они находятся только в плей-офф стадии предварительной фух ну честно говоря команды beyond gaming абсолютно заслуженно побеждают нельзя сказать что если бы победили галатасара это было бы не заслужено то есть понятно что они менее агрессивные но победа есть победа дожать не смогли вам в каком-то плане до какой-то подарок устроили beyond gaming в плане этой аркады игры на вашем поле но как только beyond gaming отказались от чего-то непонятного и начали играть ближе к своему стилю игры появились огромные проблемы у команды галатасарай причем файты были неплохие по золоту все было неплохо в целом игра выглядела не такого иначе не такой а стамп ой как первые три на то что первые две игры знаешь какого критического преимущества по золота не было прям жесткого но в итоге команда beyond gaming оказывается сильнее сегодня в серии v5 со счетом 3-2 реверс в эту серию и наверное даже начнут если так посмотреть в целом посмотреть beyond gaming против handle life наверное будет поинтересней потому что долго в нереально жесткий как на это будет отвечать handball life как они будут с этим играть потому что дэв у нас тоже любитель из реалий понятно что он и на агрессивных стрелках может поиграть и пофайтить будет в общем будет горячо внизу особенно в нижней части карты если бы галатасарай прошли ну как бы да не 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 хоккан не должно быть такого не должно было быть такого beyond показали что они явно сильнее понимаешь то есть здесь есть вот такой момент мы часто любим рассуждать о том какая команда была сильнее как бы несмотря на результат да то есть бывают такие вот случаи когда там в один особенно до побеждает команда которая номинально слабее здесь beyond gaming за все пять игр доказывали что они сильнее просто им не хватало дисциплины какой-то что ли просто вот банально лишь довести начатое до конца и вот в этой игре вот последних играх они уже выглядели куда солиднее не было такого знаешь стампа как мы видели там в первых картах да когда прям все идет по плану но зато с другой стороны преимущество вот именно так спокойненько сгруппировались пошли забрали одну вышку забрали другую вышку забрали третью вышку до драконов там первых отдали но ничего а следующих мы контесте мы первыми приходим на объект становимся даже если кого-то отдали остальные отступают искривление пространства дальше я давно не видел чтобы вот так вот часто использовался искривление пространства чтобы спасать своих тиммейтов из ситуации откуда они не должны спасаться здесь мф ну я уже ее похоронил а райс говорит не 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 дружище ты в мисс позиции позволь мне поправить твою позицию и эти искривления пространства были ключевыми пытались заинтить да когда вот в этом моменте у нас погиб маоан и еще и лианга тоже зачисили но в силу того что мохито не было не смогли законтестить ташора глазарай потом нервы не выдержали попытались флипнуть но к сожалению это не помогло и здесь вот посмотри как долго сейчас сыграет в момент нет это не виноват это не тот файт это пока что файт где долго как раз забрали я говорил о последнем файте вот когда опять зачем они идут третьего дракона контест у противника на шор почему вы не отпушите лайви смотри сейчас как долго сыграет когда вот пойдет эта инициация вновь искривление пространства для того чтобы репозиционировать своих тиммейтов отличное время умирать и долго находит момент чтобы скачок вперед выдать едва по цене одного который летит в лициана и все причем силой шторма я думаю да раз таки там доп такой дэмэдж был я что имел ввиду я просто допустим проходит бион гейминг и ты понимаешь что противостояние на нижней линии вот поинтересно понаблюдать да если про если проходят допустим вьетнамские какие-то команды это вспоминал ловки и спорт или так гигабайт на рис ты ждешь каких-то заготовок чего-то такого нестандартного если там проходит наш коллектив там против cloud 9 или сплайс ты как бы ты болеешь по это твой коллектив и посмотреть как там как определенные игроки себя продемонстрируют против там high класса игроков например а здесь вот ты смотришь на турецкий актив они в основном контратакуют играют на ошибках тоже при этом аркадка какая-то такая интересная но чтобы вот прям к чему-то привязаться да то есть крэйзи если бы он дожал эту серию и прям доминировал то есть там первые две третья четвертая пятая но такая была конечно от него непонятная немножко поэтому не за что зацепиться поэтому не точно точно должны быть бионды и по праву они прошли жаль что получилось как бы потрепать нервы себе и своим фанатам да то есть принципе можно было и 3-0 эту серию закончить ну откровенно говоря но как бы что есть то есть можно было и 0-3 отлететь так сказать можно было да можно было и 0-3 отлететь если бы после двух игр затилтовали но не затилтили и самое главное по ходу серии все-таки в каждой игре чувствовалось что именно с позиции сил у нас играет бион и задолго лично я очень рад потому что это блестящий молодой человек когда он не флэшается вперед чтобы добить никому не нужную мф он флэшается вперед чтобы залутать тысячу золотых шатдауна с люциана и выиграть игру поэтому за его противостояние на ватлей не будет по крайней мере любопытно понаблюдать ну что ж дорогие друзья на сегодня была только первая серия бо 5 завтра бион гейминг встретиться с ханва life esports а у нас еще следом уже другая пара комментаторов придет и для вас будут комментировать как раз таки редкенец калунга против команды пись из океании ну что ж я дмитрий зачокулькин и файк шорт олив на сегодня с вами прощаемся но после перерыва будет вторая серия уже с новыми комментаторами никуда не уходить